Умершляет сыновей Седекии Усталось, покуда, Свершая небес приговор, Мститель пред ним не явился, Царь Навуходоносор. Длилась осада, И в городе голод царил, И тоска, Грозно над грешной землей Тяготела Господня рука. Ужас сердца хватил, Но, бежав из покинутых стен, Царь и дружина его Были сразу захвачены в плен. Стали рабами навеки Иудеи свободной сыны, Храм же Господень и дома Были огнем сожжены. Горько Израиль оплакал Гибель народных святынь, Павших навеки в обломках Гордых когда-то твердынь. Сам же Седекия В ривлу пленников был отведен. Там, по приказу цареву, Зрения был он лишен. И перед тем, Как навеки очи окутала тьма, Видел он в плавенном море Храм и дворцы, и дома. Взором последним и скорбным, Неослепленных очей, В страхе немом Созерцал он Гибель родных сыновей. Михайлов Навухода Носор умершляет сыновей Седекии. Делал Седекия царь, Неугодное в божьих очах. Долг позабыл и закон, Позабыл перед Господом страх. Именем Бога клянят, И затем нарушая обет, Долго Творца прогневлял он Целых одиннадцать лет. Так продолжалось, покуда, Свершая небес приговор, Мститель пред ним не явился, Царь Навухода Носор. Длилась осада, И в городе голод царил и тоска, Грозно над грешной землей Тяготела Господня рука. Ужас сердца охватил, Но, бежав из потянутых стен, Царь и дружина его Были сразу захвачены в плен, Стали рабами навек Иудей свободной сыны. Храм же Господень и дом Были огнем сожжены. Горько Израиль оплакал Гибель народных святынь, Павших навеки в обломках Гордых, когда-то твердынь. Сам же Седекие В Ривну пленником был отведен, Там по приказу цареву Зрения был он лишен. И перед тем, Как навеки очи окутала тьма, Видел он в пламенном море Храм, и дворцы, и дома, Взором последним Искорбным, неослепленных очей, В страхе немом Созерцал он Гибель родных сыновей. Чумина, Ниемия и спутники его Перед стенами Иерусалима. Проехал я молча вратами долины К источникам царским и дальним вратам, И были развалины Града пустынной, Лишь смерть и безмолвие княздилися там. На землю ложились полночные тени, Вдали раздавалось рычание зверей, Терновник колючий опустил ступени Разбитых рукою врага алтарей. И долго стирал я на них опечален, Разрушены стены, врата сожжены, Солин величавый, лишь груда развален, В боковых и рабстве, отчизны сыны. Взглянул я на братьев, пришедших со мною, И слово воззвание сорвало сосуд, Взгляните, окутанной мглы пеленою, Наш город священный разрушен и пуст. Воздвигнем, лежащие в прахе твердыни, Исполнив пророка священный глагол, И там, где царит запустение ныне, Созиждется Господу новый престол. Из бездны страдания, позора и страха Возникнет для жизни иной обновлен, Победно восстанет из дольнего праха Главою венчанной Сион. Лавров. Тоска Артаксеркса Мир покорен, владыке честь великая, Слава! Возвеличил он добрых, и на злых есть управа. Прелесть кроткого мира, добывая невзгоды, Под рукой Артаксеркса познавали народы. Дал покоян желанный истомленному люду, И прославлен был громко Артаксеркс, царь, повсюду. Да, счастливы народы, Артаксеркс грозен, мрачен, Повелителем мира мир душевный утрачен. Взор царя день отодня все мрачнее и строже Видит царь со слезами опустевшие ложи. Где ж она? Где же? Скажите, друзья! Нет, не друзья, а рабы вы ничтожные! Скоро вам понятна ли моя? Гордость и муки тревожные, Страсти, страданьи неложные В сердце глубоко тая, я перенес, И мятежные думы по-прежнему нежные Вновь угнетают меня. Дух сожаленья покинь, Ныне владыку великого! Прочь ты из сердца, остинь, Это народа дочь дикого, Дочь непокорных пустынь! Эй, собирайте, красавица, отсюда! Видя их толпы, теперь пред собой, Сердца царицу, быть может, забуду, Может, смирю с утомленной душой В муках, в борьбе непосильной Сгораю я, повелитель земной! Сотни их, тысячи знаю я, знаю, Мне не заменят одной! И вот, по слову властелина, Чтобы рассеялась кручина, Из сердца спал тяжелый гнет, Отсюду радостный народ Стремится к царскому чертогу, И вместе с ним со всей земли, Запыв опасную дорогу, К царю красавец повези. Здесь все, что было для Востока, От века дивную мечтой, Здесь дети Индии далекой Пленяют мрачную красой, Собой вокруг все затмевая, Влечет сердца к себе скорей Медян и перцев дочерей, Краса, краса родного края! Здесь дочери диванских гор Слепят с собой влюбленный взор, В мир наслажденье и отрады Собою трепетно маня Предстали дочери Эллады, Прекрасны, как сиянье дня, Сошли с их тысячи. К ручине царевой Все же не от конца, Все полны скорбью Об от сини черты Угрюмого лица. Но вот под сень его чертога Вошла одна. Илья народ, снося теперь Неволи гнет, В минувшем был Любимцем Бога. Она еврейка. Царь, гляди, Ты видишь чудо пред собою, И сердце вещи в груди Томиться будет ли тоскою? Очнись, забудь свою остинь При виде трепетной эспири И горе все, Какое в мире тебя тревожило, Отринь, она твоя. Огонь с крови Дожегся снова С прежней силой. В осторге снова ждут любви Тебя с твоей подругой милой. Лермонтов, Саул Душа моя мрачна Скорей, певец, Скорей, Вот арпа золотая, Пускай персты твои, Промчавшиеся по ней, Пробудят в струнах Звуки рая, И если не на век Надежды рок унес, Они в груди моей проснутся, И если есть в очах Застывших капля слез, Они растают И прольются. Пусть будет письмо Я диката, Как мой венец Мне тягостно Веселье звуки. Я говорю тебе, Я слез хочу, Певец, Или разорвется Грудь от муки. Страданиями Была упитана она, Томилась долго и безмолвно, И грозный час настал. Теперь она полна, Как кубок смерти Яда полный. Фрук, Царь и певец Безмолвие мрачное В царском чертоге, Как тишь перед бурей царит. Лишь тихая робко Порой на пороге Появится страш одинокий В чертоге И мигом В завиде царя Убежит. По мраморным залам Один меж рядами Потухших курильниц, Увядших цветов, Усталыми мрачно Он бродит стопами. Виденья угрюмых, Мучительных снов Роятся в душе его. Ночь ли немая Из пальмовых рощ, Из соронских низин Повеет усталое сердце Лаская Душистой прохладой Цветущего мая. Румяное утро Со снежных вершин Ливана седого Лучи золотые Кругом разольет На луга и поля И пышных чертогов Покоя немые Наполнит сияньем Грядущего дня. Все те же виденья Толпой роковою Стоят неотступно Пред взором царя. Рыдают, хохочут, Кружатся порою То вея холодной Могильною тьмою, То блеском зловещим Горят. Напрасно волшебниц Куренье зелья, Бессильные леи И масти врачей, Ни ласки любви, Ни дремота похмелья, Ни слезы печали, Ни звуки веселья, Ничто не смиряет Безумных очей. А там, На лугах Виплеема зеленых, Где светлый ручей Меж кустами бежит, В живое раздувие Степей благовонных, Пастух одинокой сидит. Под пальмой У вод ручейка Безмятежных сидит он, В руке его гусли дрожат. По шире сверкающей Пастбищ безбрежных Приливы созвучий То вуллиных, То нежных Бегут и ракочут, Кипят и звучат. И шум кипарисов Над светлым потоком, И гул хоровода Вечерний порой, И пень ежнецов, И в безмолвии глубоком Народ, Преклоненный Предгрозным пророком, И тучи, И громы Над дальней горой, Все льется, Звенит и трепещет, И дышит В ликующем строе Созвучий живых, И жизнью, И силою брызжет, И пышет Под быстрой рукой Со струн золотых. И вот На порог золотого портала Убогий и робкий певец Приведен. Он руку подъемлет, Струна задрожала, Под мрачными сводами Пышного зала Трепещет и льется Серебряный звон. Все громче, Все шире, Струна за струною Встает, пробудясь Под ударом перстов, И шумным прибоем, Кипучей волною, Катятся рулады Одна за другою, Как волны потока В раздолье лугов. И дивная сила В тех звуках Таится. На троне Высоком Сидит Властелин. Умильная Кротость Во взоре Лучится. Слеза Благодатная Тихо Струится По мрачным Изгибам Глубоких Морщин. Напрасный Волшебниц Куренья И зелья, Бессильны Тщетны Волхвы И врачи, Ни пыль Слагостракия, Ни Похмелья, Ни Крики Восторга, Ни Звуки Веселья, Ничто Не Смиряло Безумной Души. Но Дрогнула Арфы Струна Золотая, И Чудо Свершилось. И Весел И Юн Сидит Он Чарующим Звуком Внимая, И льется На грудь Его Сила Святая В Свободных Созвучиях Ликующих Струн. Он Запел И Лилис И Текли Без Конца Волны Звуков Живым Перекатом Светлой Радостью Искрелит Взор Писка И Сияя Струями Случи От Лица Озаренного Ярким Закатом. И Лилис И Текли Волны Звуков Живых Под Перстами Со Струн Золотых. И Внимал Властелин Этой Песни Живой И В Душе Его Смутной Суровой Полной Призрачных Грез Полной Тьмы Роковой Загорали Случи Святозарной Чредой Тишиной И Отрадою Новой Наполнял Обессиленный Сумрачный Ум Рой Забытых Мечтаний И Дум Что же Было В тех Звуках Свободных Простых В чем Была Та Волшебная Сила Что Рассеяло Мрак Его Дум Роковых Что Развеяло Дымом Рой Призраков Злых И Жестокое Сердце Смирило Чем Душой Властелина Певец Овладел Что В чарующей Песне Он пел И Внимал Властелин Этой Песне Живой И Пока Эта Песня Звучала Умолкали Ищадие Тьмы Роковой И Заря Возрождение Над царской Главой Луч Любви И Добра Зажигала И Горел Этот Луч И Рождал И Будил Много Свежих Живительных Сил Но Певец Утомился Умолк И Склоня Молодую Главу На колени Озаренный Лучом Уготавшего Дня Задремал Безмятежно Лаская Маня Грезы Смутные Бледные Теми Обступили Его И Со Стоном Глухим Пала Кроткая Арфа Пред Ним И Лишь Замер В Тиши Арфы Жалобный Звон Царь Вздрогнул До Пища И Бледнее За Копер Роковое Хватается Он Снова Духи Со Всех Прилетают Сторон В Душу Мраком И Холодом Вея Снова Ужас Злоба Горячим Ключом И Кипят И Волнуются В Нем Вот Скочил Он Вот Поднял Копье Над Собой В Грудь Певца Он Удар Направляет Встань Уснувший Певец Встань И Смелой Рукой Вновь Ударь По Струнам Пусть Польются Рекой Звуки Песен Пусть Громом Взыграют Чтоб Рассеялась Тьма Чтоб Блеснула Заря Бомрощенный Очи Царя Пой Певец Непрерывно Безуста Липой Сон И Сумрак Души Нарушая Свящей Арфой В руках Смело Выступив Бой Голос Духа Сомненья И Злобы Слепой Громом Струн Золотых Заглушая Чтоб Слыхал Властелин Только Песни Твои Песни Мира Свободы Руки Нет Сильней Этой Лиры Свободной Твоей Горб Вершины Из силы Выбившись Тут дети И жена Решились Отдохнуть Но Было Не до сна Убийце Первому И Совестью Жестоко Терзаем Он Присел На камень Глубина Таинственных Небес Казала Самрачна И Посреди Нья Всевидящее Око Узрел он На него Глядевшее Во мгле Он Разбудил Детей Заснувших На земле Устал У жену И вновь Без замедления Пустился В путь Он шел В течение Долгих дней Не стольких же Ночей Не знав Отдохновения И сна Трепещущий При шорохе Ветвей В испуге Торопя Жену И сыновей И позади Себя Не смея Кинуть Взгляда Тут Путникам В лицо Повеяла Прохлада И вскоре Все они Морских Достигли Вот И Каин Вымолвил Отсюда Мы вперед Не двинемся Но Сев У берега Морского Он В глубине Небес Узрел С тоскою Снова То око Самое Что видел И тогда Куда Укрыться Мне О Господи Куда Воскликнул Он И тут Раскинули Поспешно Над ним Сыны Его Из полотна Шатер Но Каин Отвечал С тоскою Безутешной Оно Со мною Здесь Как Совесть Укор Один Из сыновей Преступника Взамену Шатра Воздвигнул Там Громаднейшую Стену Но И в тени Я Увидел Каин Вновь То Око Самое И В нем Застыла Кровь Тогда Сказал Генок Здесь Город Укрепленный Построим С башнею Из камня Возведенной И вскоре Заменив Шатер Из полотна Воздвигла С города Зловещая Стена Чудовищную Тень Среди Равнин Бросая Она Была Мрачнее Чем Туча Грозовая И Гору Превзойти Могла Бы Толщиной У входа Дерзкую Начертанную Рукой Виднели Со Слова Мы Воспрещаем Богу Входить Сюда В душе Стоя Свою Тревогу Они По вечерам Пускали Целый Рой Своих Ужасных Стрел В небесные Светила Когда же Наконец Окончено Все было В их Городе Они Ввели Туда Отца И Башню Темную Он Занял Но Сердца Забилися У них Когда Опять С тоскою Воскликнул Он И Здесь Оно Передо Мною И Он Сказался Нам Я В глубине Земли Хочу Отныне Жить Чтоб Видеть Не Могли Меня И Чтобы Сам Я Никого Не Видел Он Плакал И Себя И Грех Свой Ненавидел Тут Яму Вырыли Глубокую Ему И Он Сошел Туда В Безмолвии Тьму Но И В Могильной Тьме Холодной И Глубокой Накаяно Опять Глядело Тоже Око Красницкий Всемирный Потоп В безумье Гордом Род Людской Забыл Творца Всей Поднебесной Он Увлечен Лишь Красотой Ему Так Близкою Телесной Но Время Кары Настает И Дождь Все Льет Все Льет Поднялся Уровень Всех Рек На Берег Вал За Вал Плещет Но Ослепленный Человек Забыв О Боге Не Трепещет А Время Движется Вперед И Дождь Все Льет Все Льет Сравнялся С твердью Океан К вершинам Гор Подходят Воды Скрывает Казнь Собой Туман Закон Нарушивший Природы Очнулся В ужасе Народ А дождь Все Льет Все Льет Спасенья Нет От Казни Той Близка Минута Роковая И Вспомнил Бога Род Людской К Нему Беспомощно 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 Кладя Кладя На жертвенник Его Все Силы Сердца Своего И Ангел Свой Черток Лазурный Покидая Над Звездной Высоты Из Мирных Кущей Рая На Землю Грешную Сходил И Грех Со Смертными Делил От Перзлась Грудь Земли От Верзлись Небо С воды Потоком Хлынули Карающие Воды И Вмиг С Лица Земли Навек Был Смыт Преступный Человек Когда же Фимиам Вожок Рукой Несмелой И Стал Молиться Ной На Мир Осиротелый Иреем Благости Из Радуги Пролилась Любовь Христа Долготерпение Милость И Прозвучал С небес Торжественно Сурово Могучий Глад Творца Клянусь Вовеки Снова Не Ниспошлю Народ Людской Я Этой Кары Роковой Майков И Афет И Ной До лет Маститых Дожил И Бог Его Благословил И Род Сынов Его Умножил Им Всю Землю Разделил И И Афет Пошел К полночи Держать Звезде Полярной Очи И Стал Он У Кавказ Горы И Там Разбил Свои Шатры И И Патриарх И Волосый, скорбящий родцево купил, На небо море и утесы взор профиявший устремил. Сходило солнце, гор громады, их ледяные колоннады Восток пурпурный обогрял, и старец рек. Когда удары громов господних пронеслись, Когда свершительницы кары в брегах пучины улеглись, Когда, как мост от Арарата, на льдами венчанный Кавказ, Дуга спасенья извелась, Я вёл с востада свои у ската горы. Дивился мне тогда безвестный муж, Над ним светила большая яркая звезда. На раменах золотые крила Я пал лицом к земле, он рек. Оставь стада, иди за мною, мы шли. Пред ним смиряли бег ручьи, Над бездною седою нерокотворный мост взлетал, Лизали землю львы степные, Где муж таинственный ступал. Взошли мы на гору, Густые внизу курились облака, Сквозился лес, а там река, А скалы билась вековые. Сказал он, видишь эту синь, То море, там за синью этой, Есть много дебри и пустынь, Там горы тучами одеты, Там реки тихие текут Между зелёными лесами, Там под глубокими снегами Долины солнца долго ждут, Искуден дар произрастания. Но не пугайся этих стран, Высокое жребие будет дан Странам снегов и запустения. Лишь только б сон их пробудил, Дух творчий, сущий в человеке, Замкнул бы пристанями реки, И землю острым плугом взрыл. Но вам ли, юго-воскормленцам, Познать высокие труды изобретательной нужды? Вам, избалованным младенцам, Уразуметь закон миров, Поработить природы силы? Ничтожна мощь земли сынов, Доколь её не зарила Сиянье горного огня. Ты волен? Вот тебе на выбор, Живы, беспечен, как дитя, Как зверолоб, пастухоль, рыбарь, Но блеска истины не знай, Не ведай тайны мироздания, Не чувствуй гордого сознания, Как зверь косматый. Выбирай. Пред дивным мужем, весь дрожащий, Чего я долу преклонил, И он голову мою накрыл Своей ризою блестящей. Зажмуря очи, недвижим, Я только чувствовал, Что льётся мне в душу свет, И перед ним глубокий мрак в ней раздаётся, И стал я вдруг Могуч и смел. Открыл глаза, всё предо мною Сияло новой красотою, Как бы внезапно я прозрел, А он исчез. И кто сей странник, не знаю, Ангел ли святой, Или некий демон проклятой, Небес сияющих изгнанник. С тех пор размноженных людей Не мог сносить я жизни скудной, Мне было душно. Брег безлюдный пустынных волн Мне был не лень. Я покружался в саверцанде ночных небес, Я изучил течение мерное светил И тайный чин их сочетания. Я понял мысль, дал слово ей, Одной чертой увековечил И полудверственных людей Обожествил, очеловечил. По воле случая они То там, то здесь влачили дни. Пшатры в древесной лачуги Из мглы пещер их вызвал я, Запряг валов в железной плуге, Смирил строптивого коня. Но что ж, по глубине науки, Обрегя гибельные муки, Я отравил остаток дней Какой-то кары беспощадной. Я чуял в сердце Острый змей его терзал, И корж он хладный Его живое исклевал. Какой-то демон беспокойный Меня тревожил жаждой знойной, Сомнением мысль мою смущал. Рвался я вдаль, Слабились силы, И дар блестящий, дар унылый, Небесный огонь я проклинал. Теперь уж близок час Я гасну. Кому ж предать сей дар ужасный, Чей взор пред ликом божества Им поражен не онемеет, И чья не дрогнет голова, Когда чей огонь над ней зардеет? Безмолвен сон его сынов, Пред патриархом вдохновенным, И жены с ужасом сметенным Внимали звук великих слов. И изо всех назов науки Пришли спокойствием святым Четыре правнука пред ним, Потупя взор, скрестивши руки. На них глядел он полн любви. Идите, правнуки мои, Вас озарит поочередно, Как яркой молнией струя, Небес светильник первородный. Ты, чернокудрой дитя, Иди на запад. Там, где море покрыто Грудой островов, Есть пышный край, Там на просторе Разросся лавр, В груди холмов Таится мрамор, Метским ломом От праха мрамор оторви, И мысли молнией и громом И вот и к жизни призови. А ты, младенец, строгим оком, Величавостью чела, Суровый духом перед роком, Тебе веков грядущих мгла Готовит власть над целым миром, И будешь ты племен кумиром, И, как крабы, Они толпой пойдут в оковах за тобой. А вы, юнейшие орлята, Любимцы прадеда, Туда, где дремлют тундры, Рдеют блата В оковах северного льда, Идите. Мир, облитый кровью, Мир дикой силы и окоп, Преобразите вы любовью И цепи снимете с рабов. Передаю вам огонь небесный, Вы не угасите его, И в мире будет повсеместно Господней мысли торжество. Блюдите вы его сиянье, Любите скорбь и испытания, В которых зреет мысль и труд, Как я любил свои страдания. Святые скорби в воздаянье Плоды святые принесут. Умолк. В слезах вокруг толпят В обзале избранные внуки, Его хладеющие руки, И тихо он, Свой смертный час, Благословляя их, Угас. Дева Из Виктора Бюго Еще безгрешная она, И при лицом небес Стоит ногая, Стыда в душе не ощущая, И светлоокая, Как божий день, Ясна, Любуется она зарею, Своей небесной сестрою, О, женщина, Небесный прах, Ты дива и венец творенья, И ты великого воятеля в руках, Тончайшей жизнью проникнутое бренье. Скудельничий покров, И с твоего душа, Как будто светится и льется, Святая красота, Которой сердце рвется, Которой льнут уста. Стремится к твоему таинственному ложу, А чистая в душе слышна еще любовь, Берет сомненье, Уж не одно ль и то же, Что сердце страсть, Что жар, Палящий кровь, И веришь, Красоту в объятия сжимая, Что тут и божеству Есть так же дань святая. Зрит первозданная жена, Мир дивный пред собою, Довольный взор она Кругом повсюду обращает, Идет по мураве, Под тенью пальм блуждает, Цветы над ней вокруг, вдали, И злые перед ней гвоздики преклонились, Пивонии припали до земли, Фиоли в листьях притаились, В раздумии вомусы стоят, Родендроны поникли головами, Льют лилии навстречу аромат. И чуть раскрытыми устами Пригнулись розы к ней, Стопы ее лапзая, Как будто бы из жизни сей чудесной, Из этих милых солнца чад, Цвет лучший всех, Расцвел вдруг женщиной прелестной. Фрук, фрук, Адамова ребро. На ветхий пергамент, Красивой и нежной рукой указуя, Мудрому раве, Седому и бледному старцу, Со смехом задорным Промолвила патрицианка. Как поступил бы Зевест громовержец, Не знаю, Но Рави, Ведь это не в честь и хвалух Саваофу, Богу, Зиждителю мира, Владыке вселенной, Как Татью ночному, Похитить у смертного Часть его тела, Им же, Владыкой, Из праха рожденную плоти, К тому же, Успящего, Рави, Успящего, Рави взглянул На прекрасную дочь Всепобедного Рима. Однажды, Сказал он, Под кровь мой убогий, Порою полночный, Хищник проник И похитил мой старый Железный светильник, А вместо него Мне оставил злодей Золотую лампату, Тонкой работой. Но Рави, Тончащей работы, Со множеством Крупных, Блестящих алмазов. О, Рави! Рави! Воскликнула Римлянка. Хищник, Сказал ты! Какой же! Какой же он хищник! Взамену лампады Железной... И не окончила. Мигом горячей, Стыдливой украской Зарделась цветущая Личика римлянки юной. И улыбаясь, И взглядом веселым И ясным любует, Румянцем смущения На светлых чертах Красоты покоренная, Рави склонился Главою своей белокудрой, С любовью целуя Священные строки Заветного свитка. Григорович Ной проклинает хама Однажды Ной, Разведший виноградник, Работал там И, опьянев от сока, Прилег в шатре И обнажился он. Увидав лежащего отца, Смеяться, Хам о том Поведал братьям. И тут же Сим И кроткий Иофет Одежду взяв И возложив на плечи, Пошли в шатер И на отца, Не глядя, Прикрыли Ею Наготу его. Когда же он, Проснувшись, Узнал, Что сделали сыны его, Сказал он, Будь проклят, Хам, Последним из рабов, Да будет он У каждого из братьев, Еще сказал, Благословение Симу, Его рабом Да будет хам вовек. Пошли Господь Все благо Иофету Довеселиться В Симовом шатре И словно раб Дослужит хам Обоим. Красницкий Отныне Проклят я Среди времен Грядущих Воскликнул В горе Хам, Оторгнутый Отцом. Потомство Братьев Двух В своих Зеленых Кущах С презрением Помянет Об имени Моем. Рабами У рабов Страстей Ничтожных Будут Моих Сынов Сыны Отныне И вовек Под рабским Игом Все надолго Позабудут, Что каждому Из них Все ж Имя Человек. Прошли Века Веков Сбылоса Предсказанье Над хамом Тяготит Проклятие Туман Везде Как жалкий Раб Ничтожное Создание Презренен Для людей В потомках Ханаан Но кто же может Знать Рассеется Проклятие Постигнут Наконец И малые Умы Что люди На земле Родимые Все Братья И даже Ханаан Такой же Как и мы Полонской Вавилонское Столпотворение Не в рот К небу Тащите Каменья Рабы Строите Над сводами Своды Там будут Жалкие Ваши Мольбы Ближе К владыке Природы Строите Пока царь Бичами Вас бить Не отменил Повеленья Мысли Великой Должны Вы Служить Мысль Это Столпотворенье Верьте Вы Радуге Данной В залог Нет Она Сон Мой Тревожит Тот Кто Хоть раз Потопить Землю Мог Вновь Потопить Ее Может Поднятый Грубой Силой Рабов Я Отстаю Силу Знания Шире Моих Вавилонских Дворцов До Облаков Стройте Здание Пусть Мой Творец Топит Мой Вавилон Пусть Уточняет Костями Мой Вертоград Я Поставлю Мой Трон Над Облаками Свездами Выше Громов Я Воссяду На нем И Несмущаемый Ревом Хлябей Морских Буду Сгневным Творцом Я Говорить Тем же Гневом Пусть Его Гром Пусть Пусть Затущ, не взлетая, гремят Огнезубчатые стрелы Пусть эти своды шатая Стрещат и загораются Смелый дух мой не дрогнет Все тот же я царь Трусы, не бойте, молчите Передо мной вставьте тот же алтарь Те ж семиамы курите Пусть разбегаются овцы-рабы Не побегу я, природа та же раба Сила грозной судьбы Не пересилить, не врода Новую башню воздвигну я И несокрушимая станет Твердым оплотом людей И земли И в небеса гром мой грянет Фопонов Небесный огонь Из Виктора и Юго Разверзлися облако чудные складки Багровое пламя сверкнуло И вот безумная туча гремит и ревет Как бешеный в злобном припадке Разверзлась воздушная пасть И сыплется сера И падает пламень И камень на камень стремится упасть О горе! Спасенья от гибели нет И рушатся кровли И слышатся стоны И перепища Кровавый свет Упал на белые фронтоны Содом! Гамора! Божий гнев На вас упал И вас карает И стрелы молнии выдувает На вас косматой тучи зев Неалым заревом геницы Грозой пылает небослон Народ в испуге пробужден Бегут за город колесницы Бежит народ А серый дым Туманом стелится пред ним И нет спасенья Нет пощады Дворцов холодной громады Не спровергаются во прах И башни рушатся И храмы Напрасно в них На алтарях Жрецы сжигают Симиамы Напрасно Агнцев молодых Приносят в жертву Тщетно маги С очами полными Отваги Выносят Идолов своих Напрасно Белую тунику Склоняет царь Пред алтарем Не вняв Отчаянному крику Огонь Пылающим венцом Венчает Слабого владыку И как Испуганный Олень Все дальше Дальше Пламя мчится Из позолоченных Ступень Кумир Бесчувственный Валится Клубица Дымная Река Народ Бежит В тоске Страдания Первосвященника Рука Творит Напрасно Заклинания Его Тиара Как мечом Поражена Вдруг Искрой Молнии И он Стоит Уже Безмолнии Слепого Идола Кругом Огонь Мешается Со смрадом И побеждает Всюду Смерть Как будто Стала Черным Адом Для Рая Созданная Тверть Полежаев Божий Суд Есть Духи Зла Нистовое Чадо Благословенного Отца Уделых Грусть Отчаяние От рада А жизнь Мучение Без конца Великий Час Рождения Вселенной Когда Извлек Всевышний Перст Из тьмы Веков Эфир Одушевленный Для хора Солнцев Лун И звезд Когда Творец Торжественное Слово В премудрой Благости Изрек Да Будет Прах Величия Основой И Встал Из Праха Человек Тогда Ему Светлы Необозримы Хвалу Воспели Небеса И Юный Мир Как Сын Его Любимый Был Весь Волшебная Краса И Ярче Звезд И Солнце Золотого Как Иорданские Струи Вокруг Его Властителя Святого Велис Архангелов Раи И Пышный Сон Небесных Легионов Был Ясен Свят Перед Творцом И На Скрижаль Божественных Законов Взирал Стрепещущим Челом Но Чистый Огонь Невинности Покорный В сынах Бессмертия Потух И Грозно Пал С гордынью Упорной Высокий Ум Высокий Дух Совершился Суд Могучая Десница Подъяла Молнию И гром И Пожрала Подземная Темница Богоотверженный Содом И Плач И Стон И Вопль Ожесточения Убили Прелесть Бытия И Отказал В надежде Примиренья Ему Правдивый Судья С тех Пор Враги Прекрасного Создания Таятся Горестно Во мгле И Мучат Их И Жет Без Созданья Печать Проклятия На Челе Напрасно Ждут Преступные Свободы Они Противны Небесам Не Долетит В объятия Природы Их Недостойный Фимиам Лавроп Красницкий Чумина Примирение Иакова С Исавом Над пустынею Знойной Пали Ночи Покровы В круг Владыки Исава Собрались Звероловы В необъятной Пустыне Грозен Гордый Владыка Смотрит Черные Очи Сурово И Дико Он В движениях Порывист Держит Весть Красотою Всех Могучий Плечами Выше всех Головою Говорит Звероловам Что Близка Их Добыча И Дрожит Вся Пустыня От Победного Клича Пусть У всех Вас Готовы Будут Кутру Верблюды Поведем Из Набега Мы Богат Всяких Груды Мне Пришли Из Пустыни От Иакова Вести Не Забыл Я Обмана Близок Час Грозной Мести Обманувшего Брата Накажу Я Ужасно И Не Кешит Пусть Сердце Он Надежно И Напрасно Первородством И Сава Завладел Он Обманом Силой Я Завладею Всем Его Кароланом Так И Знайте К набегу Будьте Утром Готовы Только Солнце На Небо Вас С собой Звероловы Поведу я На Брата По Пустыне Безводной И Рабом Мне От Ныне Будет Мой Первородный Вы Ж Богатство Возьмете Это Ваша Добыча И И Дрожит Вся Пустыня От Победного Клича Пурпурною Зарею Олеется Восток И Сав В борьбе С собою Всю ночь Заснуть Не мог Два Чувства В сердце Разом Милу Волнуют Кровь Одно Могучий Разум Другое Любовь И Сав Душою Чуткой Минувшая Постиг И Акова Малюткой Увидел Он На миг Среди Степи Безлюдной Родной Он Видит Стан К Нему С охоты Трудной Спешит Из Дальних Стран Навстречу С звонким Смехом И Аков Брат К Нему Бежит И Громким Эхом Степ Вторит Вслед Ему С улыбкой Ребенка Целует Старший Брат Тот Поцелуй Звонко Спешит Отдать Назад Груди Его Широкой Приникнув Головой Вот он У недалекой Палатки Кочевой Раскинутой Зазыпкой Оградой Из ветвей Ревека Мать С улыбкой Глядит На сыновей Восторгом Безмятежным Глаза Ее Горят И крепко С чувством Нежным Целует Брата Брат Вот Миг Другой Проклятья Его Б забыть Навек Как лживы Всеобъятия И лжив Как человек Воспользовавшись Гнусно Неведением Слепца Похитил Брат Искусно У старого Отца Его Благословения Великие Слова Что Даны Без сомнения Рожденному Сперва Настал За похищение Час Мести Роковой Поплатится В общенье Обманщик Головой Но вот Опять Пред очами Сиять Красотой С наивными Речами С улыбкою Простой Малютки Брата Лепит Вновь Слышит Зверолов И чуя Сердце Трепет Обман Простить Готов С привязанности Братской Исап Забыл Весь цвет И ненависти Адской На сердце Нет Как нет Туманит Взор Исава Прощение Слеза Минула Богу Слава Ужасная Гроза Но вот Позолотив Вершины Дальних Гор Забрежила Заря И поднимая Взор Иаков Увидал Вблизи Перед Собою Исава Шедшего С прислужников Толпою Поставив Впереди Рабын И их детей За ними Лию Рожденных Сыновей И мать Их А затем Иосифа С Расилью И Господа Призвав До сели К изобилию И благу Ведшего Невидима Его Семь раз Приветствовал Он брата Своего Поклоном До земли Исав Шумным Несется Вопль Со всех Сторон На Вослеплении Безумном Упорен Гордый Фараон Мольбы Напрасны Моисея Его Возлюбленный Народ Вознесть Творцу Молит Внесмея Несет Неволи Тяжкий Гмёт Он Угнетённым И бесправным Живёт В Египте Бог Один Спасёт Его Но Чудом Явным Не тронут Грозный Властелин Но Что же Делать Как Отсюда Уйти В пустыню Наконец Владыка Нового Ждёт Чуда Тогда Дай Его Скорей Творец И Снова Моисей Услышал Божий Глад Иди И Возвести Властителю Сейчас Чтоб С миром Отпустил Народ Мой На служение А если Фараон Не выполнит Веление Заутро Же Господь Свершая Приговор На все Стада Его Пошлёт Великой Мор И Все Исполнилось Согласно Божьей Воле Погибли Все Стада Пасущиеся В поле Верблюды Корабли Зыбучие Степей Бессильно Падали Под Ношью Своей Из-за Всего Скота Не избежали Кары Ни табуны Коней Ни тучные Атары В стадах Египетских Царили Мор И Страх Но Ни одной Овцы В израильских Стадах Не пало Господом От казни Пощежённых Заутро Услыхав О том От приближённых Смутился Фараон Но Гневом Распалён Евреев Отпустить Не согласился Он Жуковский Египетская Тьма Велик Низглаголонно Велик Твой суд Господь Он В помешательство Вергает Нечестивых Святой Народ Возмнили Притеснить Они Безумцы Связанные Тьмою Опутанные Долгой Ночью И Беглецы От промысла Они Под кровлями Домов Лежали Тайно Под мрачной Пеленой Забвенья Они укрыться Мнили Своими Тёмными Грехами И Были Вдруг Великим Трепетанием Проникнуты Отсюду Их Несказанные Виденья Обступили В вертепах Их Всё стало Страшно Им слышались Неведомые Шумы И Дряхлые С лицом Печальным Мертвецы Смотрели Им В глаза И Был Огонь Бессилен Давать Им Свет И Звёзды Не Могли Рассеять Мглу Их Страшной Ночи И Лишь Один Невыразимый Самогорящий Страхополный Огнь Прид ними Вдруг Воспламенялся И Вверженные В трепет Страшилищем Которое И было И не было Они За ним Ещё Страшнейшее Живое Мнили Видеть И Были Их Волхвы Невластны Подать Им Помощь Кто Ж Пытался Болящую Им Душу Исцелить Был Сам Объят Болезнью Страха И Трепетал И Слышались Ему Звериный Бег Смейный Свист И В воздух Он Которым Тягостно Дышал Боялся Очи Устремить В своём Свидетельстве Сама Своё Приемлет Осужденье Злоба И Страх Двойной Рождает Совесть Тонимая Виною Сокровенной Тревожит Всё Того В ком Веры Нет Спасенье Чьё Неутешимо Сердце Ему Гроза Грядущие Беды Ужаснее Самой Гряды Наставшей И Тем Который В ту ночь Из адовых Исшедшую Вертепов Сметённым Сном Объяты Были Мечтали Собегущие За ними Страшилища И Свистал Свистал Ветер Мимо Пролетая Был Слышан Ли В густых Древесных Тенях Говор Птиц Шумели Быстрающиеся Воды Или Гром От падающих Камней Был Или Играющих Животных Течении Невидимое Оку До слуха Достигало Или Рык Зверей Пустынных Раздавался Или Из дебри Горных Отзывный Голос Говорил Все Втрепет Их Сбергало Несказанным Небесный Свет По всей Земле Сиял И Каждый Всюду Невозбранному Хтрут Обычный Мирно Совершать На них же Темная Лежала Ночь Прообразитель Той Великой Ночи Которой Нет Конца А А сами Для себя Они Тяжели Тьмы На них Лежавшей Были Чумина Красницкой Избиение Первенцев Молвил Моисей Народу Своему Перед Словом Господа Нет Места Прикословью Готовьте Пасху В ночь И Веруйте Ему Пучок Из сопа Взяв Обрызганного Кровью Пасхальной Сделайте Им Знаки У дверей Да вы Когда пройдет Архангел Истребитель Египтян Поразив На первенцев Детей В Израиле Меча Не поднял Небожитель И совершил Это Губительной Грозой Прошла В Египте Смерть И в доме Опустелом Рыдали Матери Над бездыханным Телом Ребенка Своего С глубокою Тоской Все Пали Жертвою И сын Перворожденный Того Кто царствовал Над целой Страной И первенец Того Кто скорбный И больной Томился Узами В темнице Отекченной Пасхи Наступают Светлые Деньки Ярко В ночь Святую Блещут Огоньки У ограды Храма Собрался Народ С громким Песнопением Вышел Крестный Ход Благовест Нежданно Мощной Волной Загудел Из храмов В тишине Ночной Вот Несут Хоруби И во след Потом С символом Победы Со Святым Крестом Пред Христовым Стадом Пастыри Идут Громко Песнь Победы Над грехом Поют Подвещая Миру Что воскресло Вновь В эту ночь Святую Чистая Любовь Да Воскресло Снова Словно Луч Чиста Шепчут О прощении Всех Обид Уста Забывая Злобу Что была Долга Прижимает К сердцу Даже Враг Врага Вместо Горя Радость На Серцах Одна Та Любовь Воскресла Смерть Побеждена Чувств Своих Несилах Был Я Превозмочь Вспомнилась Невольно Мне Другая Ночь Всюду Вопли Стоны Бедных Матерей Ангел Истребитель Грозный У дверей И дворцов Роскошных И простых Лачук Всюду Злое Горе Слезы И И Испуг Вот Лачушка Тщетный Силес Труп Поднять Над Погибшим Сыном Громко Стонет Мать Многих Лет Опорой В жизни Был Одной Первенец Старушки Милый Дорогой Вот Над трупом Мужа Бедная Жена Жалобно Рыдает В жизни Все Она С ним Теперь Навеки Потеряла Вдруг Светом Дня Был В жизни Милый Ей Супруг Вот В предсмертных Муках Корчится Отец Рядом Труп Малютки И В полумертвец Как проклятие Смерти Как Немой Укор Обращает К сыну Свой Последний Взор Дальше Тоже Всюду Тысячи Смертей Ангел Истребитель Грозный У дверей Не дворцов Роскошных И простых Лачук Всюду Горе Злое Слезы И Испуг Весь Народ Страдает Из-за Одного Мимо Лучше Вспомнить В этот Миг Того Кто Любовью Полной Искупая Грех Пострадал Ужасно Лишь Один За всех Лавров Чумина Фараон Повелевает Вывести Народ Жалобный Плач Матерей Отзвук Их Горького Стона Быстро Достиг До дверей Гордых Палат Фараона Грозный Владыка Смущен Вестью Нежданной Ужасной Смертью Мгновенно Сражен Сын Его Милый Прекрасный Смерть Беспощадно Грозна В горе Владыка Великом Милая Плачет Жена В страшном Отчаянии Диком К первенце Трупу Припав Бьется Отлита Чертога О, Как в угрозах Был прав Посланец Вечного Бога Сложницы Поднялся В ту ночь Фараон А с ним Весь Египет К евреям Немедля Послан И в ночь Аарон Явился к нему С Моисеем И молвил Властитель Ведите народ Лишь в этом Египта Спасенье Берите Имение Ваше И скот Исполнив Творца Повеленье И жены И матери Руки Воздев Молили Их все О походе Дабы Отвратил Он Всевышнего Гнев Лежащий На всем Их народе Казной Серебром И одеждой Они Собравшихся В путь Оделяли И те С незакиснувшим Тестом Квашни В дорогу Далекую Взяли Так Свершалось В нем Гневе И дни Все Роскошные И кровь Вдруг упал Такой Кумир Всесветный Роковой Языческий Земле Родной Какой Бы Вдруг Раздался Стон Ведь Помрачился Б Небосклон И Дрогнула Чтобы Ось Земли Чумина Лавров Соглядатые Возвращаются Из Ханаана И Соглядатые В пределы Ханаана Отправил Моисей И от Пустыни Цин Пройдя До Рехова Достигли Те Долин Хевронских Где Стоят Шатры Сынов Энана В одной Из тех Долин Цветущих Словно Сад Где Воздух Напоен Благоуханьем Пряным И Меж Гранатами И Яблоком Румяным Лозою Стелится Гигантский Виноград Они Набрав Плодов Из Кистью Виноградной Такую Сочную Тяжелой И Громадной Что Двое На шесте С трудом Ее Несли Обратно К племенам Израиля Пришли И Молвили Они Явяз Пред Моисеем Мы Были В той Стране Куда Господь Ведет Воистину Текут Там Молоко И Мед И Благо В той Стране Добудет Иудеям Слава Слава Вечному Отныне Он Приводит Пришельцов После Ужаса В пустыне В край Обещанный Отцов Этой Дивною Страною Проходя Из края В край Разрушением И Войною Завоюем Чудный Рай Мы Сильны Небранной Славой Но Негибель Здесь Нас Ждет Ягова Всесильный Правый Избрал Ныне Наш Народ Охранителем Святине И Окончив Дальний Путь После Ужаса В пустыне Здесь Мы Сможем Отдохнуть И Вновь Верой Пламенея За Израиля Вождем Мы Войной На Хананея По Стране Его Пойдем Девы Те Что Солнце Краши И Богатство Всей Страны Словом Все Что Видим Наше Будет После Гроз Войны Все Возьмем В стране Обильной До пределов Крайних Плоть Ведь Помощник Нам Всесильный Всесоздатель Наш Господь Чумина Корей Наказан За Возмущение Не раз Под гнетом Испытанья Не видя Странствию Конца На Моисея И Творца Роптал Народ Среди Скитания Во Властолюбье Аарон Не раз Был Громко Облечен И Власти Требуя Раздела Однажды К ним Явили Смело Корей Дафан И Аверон Но Моисей Сказал На Это За Утро К Скинь Завета Вы Принесете Фимиам И Пусть Господь Укажет Сам На Ком Почит Милость Бога И Солмышленников Много Собрав Своих Пришел Корей Тогда Над Сонмищем Людей Свет Воссиял Неизреченный И Раздался Глагол Священный Вы Моисей И Аарон Идите Прочь На Истребление Народ Сей Мною Осужден И Возопили Те В Смятенье О Боже Сил Уже Из-за Грех Лишь Одного Погубишь Всех И Он Сказал От Виноватых Пусть Отойдут И И Отошли Тогда Разверзлась Глубь Земли И Диким Ужасом Объятых Она Преступников Троих Со всем Что имя Исносила Шатрами И Именьем Их Собой Мгновенно Поглотила И Видя То Во Прах Главой Израиль Пал Пред Яговой Чумина Медный Змей Высоко Над Безбрежной Пустынью Пеленой Ослепительно Синю Раскилается Небо Полдневного Свод Впереди Лишь Пески Распаленные И Поникли Главой Утомленные Возроптал Иудейский Народ Моисею Пришли Недовольные Моисею Пришли Недовольные Для того ли Рабы Подневольные Из Египта Мы шли За тобой Чтоб Завел Нас В пустыни Бесплодные Где Теперь Погибаем Голодные Где Томят Нас И Жажда И Зной И Господь Наделивший Их Манною Им Сиявший Над Степью Песчаную Прогневясь Нароптавших Послал Змей Сарапов И Многих В Израиле Ядовитые Змеи Ужалили И Бесчета Народ Погибал И И Явяз К Моисею В Смятении Вновь Молили Они О Прощении И Всевышнего Он Умолил Змия Медного Им Из Военного Предачами Народа Избранного Высоко Моисей Водрузил И Истомленные Ослицы Предстоящий Серафим Преграждает Путь Запретный Грозным Знаменем Своим Не Бечуя Я Провидец Покори Своей Судьбе Человеческую Речу Говорит Она Тебе Бог Отверз Уста Ослицы Дал Таинственную Власть Не Спеши Народ Господень Святотатственно Проклясть Моавитский Царь Всесилен Страшен Жизни Властелин Откровение Пророкам Посылает Он Один Посмотри Господень Ангел Обнаженный Меч Простер Прекрати Жи Пут Неправый Воротис В родной Шатер И прозрел Пророк И скорбно Долу Лик Свой Опустил И Воскликнул Покаянно Согрешил Я Согрешил Но Господь Я С тобой Уговорю Продолжай Свой Путь К Волаку Моавитскому Царю Но Пред Ним Вещай Правдиво Что В уста Твои Вдохну Превратись В струну Господню Непреложную Струну Отвращусь Крыми Проклятием Снизойду Благослови Будь Как небо Непреклонен К долней Злобе И Любви Львов Иерихонские Седмицы Господь Таинственно Возвысил Иерихонские Седмицы И Просияли В сонмах Чисел Иерихонские Седмицы Ковчег Левиты Обносили Семь дней Вокруг Иерихона И Всем Рогов Они Трубили Идя Вокруг Иерихона Семь Иереев В день Последний Семь раз Свершили Путь Урочный Труба Все громче И победней Они Свершали Путь Урочный И Зашаталась Равнина И Содрогнулись В страхе Стены По слому Вещему Навина Распались Каменные Стены И Хлынул Яростным Потоком На приступ Пламенный Израиль И Истребил В бою Жестоком Врага Надменного Израиль Так Бог Таинственно Возвысил Иерихонские Седмицы И Стали Славны В сонмах Чисел Иерихонские Его зарыл И гнев Господень Разразился И победил Надменный Враг И Ослабел Израиль Духом И Сердцем Стал он Как вода И Разодрал На вин Одежды Лицом На землю Скорбно Пал И Обличил Господь Ахана Народ Грабителя Казнил В долине Ахар Холм Каменьев Его Останки Схоронил Не для Корыстного Стяжания И не для Алчности Слепой Подъемлет Вечную Сетиру Непостижимый Тулея Львов Копье На вина Неприступны Стены Гая Зорко Стражей Он Храним Что ж В ночи Кружится Стая Вещих Воронов Над ним Грозный Замысел На вину Бог Израиля Внушил Мощной Рати Половину Он В засаду Отрядил И Забрезжил День Кровавый Гая Царь Стремится В бой Опрокинул Стан Лукавый И погнал Перед Собой Но Новин Простер Над битвой Освещенное Копье К небесам Подзял С молитвой Золотое Острие И Покинул Вождь Отряда Потаенные Места Бурно Хлынула Засада В растворенные Врата И Свершилась Божья Кара Жертвы Небу Воздана Запылал В дыму Пожара Город Мертвенного Сна Силы Сумрачной Твердыню Вдохновитель Светлых Сил В обнаженную Пустыню Беспощадно Превратил Темной Злобы Властелина Легковерно Торжество Грянет Час Копье Новина Обратиться На него Кристос Кристос Жадной Саранчи Враги Сналету Их Усеют И только Пополю Белеют Как Крылья Птиц Их Эпанчи Но Вот Мигнул Огонь Зорницы Притуплен Серб В зубцах Мечи И гнутся Ёмкие Кошницы Под гнетом Проса И пшеницы На кутру Дань Принес Еврей Вино Феставшки И Елей И сбор Покончен И до сроку Уходит Медленно К востоку В лилово-розовый Туман Их Бесконечный Караван Все Все Смерть Безлюдье Как Руина Спала В обломках Палестина А зной Удушливый Мертвил Всю Землю Сох По руслам Ил И лишь Змея Шипя От злости Скользила Меж Кремнистых Груд До чах Неугнанный Верблюд А по степи Белели Кости И череп Сорванный Глодал Голодный Пес Или Шакал И только Ночью Тихолунной Один Отверженный Пророк С укором Глядя На восток Брисал На лири Семиструнной Да Звуком Тем Порой В ответ Сквозь Плющ Разрушенного Здания Как Отклик Скорби Тяжких Лет Дрожало Робкое Рыданье Но Чаша Выпита До дна Воскрес Угавший Дух Народа И Вновь Как Божия Весна Нисходит К Страждущим Свобода Разбит Дрехлеющий Кумир И В покаянном Хоре Снова В волнах Лаванны В стоне Лир Псалом Внеемлет Иегова Народ С молитвой И постом Скорбит И ждет Во время Оно Отметил Бог Своим Перстом На бой Свободы Гедеона В зловещих Тучах Галаад Надаль Наброшена Завеса И Мутно Катит Из-за леса Волну Свинцовую Орат А Триста Воинов В засаде В глуши Пещер На Галааде Сурово Ждут Пока С вершин Слетает Мглава Вглубь Долин Сливает Ночь И дол И круче В одну Безжизненную Тень И в горы Прячется Олень Почуяв Гнет Нависшей Тучи А за вершиной Амаре И под горой И на горе И вдоль Полей На хмуре С дико Заснула Стража Амалика А там За ними По холмам Шатры Раскинул Мадьям И звяг И молз И конский Топот Слились В один Невнятный Ропот Но Сон Слетает На шатры И гаснут Яркие Костры Раздался Песутся И гасов Кошницы Был Грёздом Отвечал Грёздом Ну в семьдесят Плодыг Ты возвратишь Стране Свободу И юность Сил Своих Родник Отдашь Спасённому Народу Грёздом Грёздом Ложится На траву Восстань От сна И наяву Не верь Мирскому Суисловью Пути К земному Торжеству Дымятся Жерстинною Кровью Продолжение следует